Уважаемые коллеги, здравствуйте! Вашему вниманию предлагаю мастер-класс «Вставка видео в программу Smart Notebook». Иногда на уроке для визуализации каких-то процессов, объяснения явлений или значений слов требуется показать видеофрагмент. Например, на уроке литературного чтения для объяснения лексического значения слова «Чебурахнулся» я использовала видеофрагмент мультфильма «Крокодил Гена и его друзья». Вставить видео в программу Smart Notebook можно двумя способами. Первый способ – это ссылка на вложенный в Smart Notebook видеофайл. Открываем вкладку «Вложения» – это иконка в виде скрепки. Вы видите, появилось окно, в котором можно будет увидеть все вложенные файлы. Внизу ищем слово «Вставка». В появившееся меню выбираем «Вставить копию файла». Выбираем тот файл, который вы хотите вставить во вложение. Нажимаем на него. Видите, в окне этот файл появился. Как же настроить на него ссылку? Выбираете тот объект, на который будет настроена ссылка. В моем случае это слово «Чебурахнулся». Правой кнопкой щелкаем на него. В появившемся меню выбираем «Ссылка». Текущие вложения. Выбираем тот файл, который хотим, чтобы он был во вложении. Выбираем угловой значок или объект. Я выбрала угловой значок, чтобы было видно, что на это слово настроена ссылка. Ок. Вы видите, что у нашего слова «Чебурахнулся» в нижнем левом углу появилась скрепка, которая показывает, что на это слово настроена ссылка. При нажатии на скрепку программа «Смарт ноутбук» переходит в программу универсального проигрывателя. Мы просматриваем нужный нам видеофайл, после чего универсальный проигрыватель закрываем и вновь возвращаемся на страницу «Смарт ноутбук». Второй способ заключается в непосредственной вставке или внедрении видео на страницу «Смарт ноутбук». Хочу обратить ваше внимание на то, что если при первом способе вставки видео можно было вставлять в вложение видеофайла любых форматов, то при втором способе на страницу «Смарт ноутбук» можно вставлять файлы только в формате «Флэш-видео». Поэтому видеофайлы с другими расширениями нужно конвертировать. Для конвертации я применяю программу «Фабрика форматов». Это конвертер, который позволяет конвертировать видео, аудио и графические файлы из одного формата в другой. Как же это сделать? Открываем программу «Фабрика форматов». Во вкладке «Видео» выбираем формат «Флэш-видео». В открывшемся окне нажимаем «Файл». Выбираем тот файл, который нам нужно переконвертировать. Ну, в моем случае это видеофайл, видеофрагмент фигура «Смарт ноутбук». «Окей». «Старт». И в строке «Состояние», вот она, мы с вами можем наблюдать, на сколько процентов он выполнен. После того, как файл будет переконвертирован, в строке «Состояние» мы увидим слово «Выполнено». После чего, открывая конечную папку, мы с вами увидели наш переконвертированный файл. Вот такая иконка. Она показывает, что этот файл в формате «Флэш-видео». Копируем его. И вставляем в ту папку, которую нам нужно. Закрываем программу «Фабрика форматов» и переходим на ту страницу, куда нам нужно вставить видеофрагмент. В данном случае это страница. Вы видите, ребята объясняют сами сначала значение слова «Чебурахнулся», а затем можно подкрепить видеофрагментом. Ставка «Видеофайл флэш». Выбираем этот видеофайл. Два раза щелкаем. Вы видите, что видеофайл вставился непосредственно на страницу. Вы можете его передвинуть, увеличить, остановить и, если нужно, закрыть шторкой. Уважаемые коллеги, большое спасибо за внимание. До новых встреч!